Коллеги, переходим к 11 вопросу нашей повестки о проекте федерального закона, о внесении изменений в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными. Доклад Николая Петровича Николаева. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, законопроект ставит вне закона жестокую контактную притравку собак на диких животных. Помимо этого, законопроект определяет, где могут готовиться охотничьи собаки, и более того, теми поправками, которые были внесены, он обеспечивает исполнение данного закона в дальнейшем, потому что определяет способ, которым следует ограждать диких животных от ущерба физического при вот такой подготовке. Казалось бы, законопроект абсолютно понятный. Это следующий шаг после тех решений, которые мы принимали по изменению уголовного законодательства, по ужесточению наказаний за жестокое обращение с животными. Тем не менее, законопроект вызвал много споров. Почему были такие споры? На наш взгляд, к сожалению, здесь вновь вмешались бизнес-интересы. Прежде всего, бизнес, не связанный с охотой, а бизнес по продаже собак. Именно так, потому что одним из таких важных аргументов, которые мы слышали против данного закона, это было то, что теперь охотничьи собаки не смогут получать определенного вида сертификата или паспорта. Но я хочу обратить ваше внимание, что, как мы понимаем, собаку настоящие охотники ценят не за паспорт или за сертификат, а за ее качество. Так вот, качество подготовки собаки, они в традициях русской охоты совсем иные. Это собаки воспитываются, когда молодая собака берется на охоту вместе с опытной собакой. И так из поколения, из поколения появляются как раз те самые породы, ценные породы охотничьих собак, которыми славится наша страна. Поэтому мы предлагаем поддержать данный законопроект. Он прошел все необходимые формальности и готов к рассмотрению в третьем чтении. Просим поддержать. Спасибо. Коллеги, по мотивам, кто хотел бы выступить. Включите запись по мотивам. Покажите список. Вначале по ведению Старовойтов Александр Сергеевич. Речь не в планшетах. Ладно. Коллеги, перейдем к нашей непосредственной повестке. Пожалуйста, Шиен Олег Васильевич. У искусственного интеллекта нет совести. Да, вот коллега Толстой поправил меня, говорит. У искусственного интеллекта нет совести, поэтому заменить депутатов невозможно. А как вы помните, про совесть мы неоднократно с вами говорили. И инициатор этого был ваш коллега Иванов Сергей Владимирович. Пожалуйста. Справедливая Россия входит в число соавторов данного законопроекта. Под ним стоят подписи Сергея Михайловича Миронова и моя подпись. И аргументы в его пользу мы высказывали в ходе первого чтения. И мы считаем принятие данного закона одним из очень важных шагов по пути гуманизации общества и переходу его к совершенно другой системе отношений внутри нашей социума, нашей страны. Действительно более гуманных, более человечных подходов. Это второй шаг наряду с изменениями в 245-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, где также мы разрабатывали соответствующие предложения. И мы очень рады, что российский парламент поддержал их. Но очевидно, что изменения, которые сегодня будут приняты, являются поводом затронуть тему и большого закона об ответственном обращении с животными. Вся страна ждет принятия этого большого решения. Понятно, что отдельные локальные законодательные инициативы не могут его заменить, поскольку есть такие блоковые вопросы, как, к примеру, лицензирование работы дельфинариев, а дельфины – это высокоразвитые и достаточно интеллектуальные существа, как изменение по работе передвижных зоопарков, так называемых, по сути дела, передвижных концлагерей, как изменение по работе муниципальных и местных служб в отношении к бездомным животным, чипирование и многое другое. Большой законопроект, понятно, не мог быть принят в этом году, потому что в нем было очень много и сохраняется пока еще различных элементов, требующих очень серьезной дискуссии, где важно принять нескорополитный текст, а достаточно осмысленный, взвешенный, выверенный. И в этом контексте я бы хотел сказать о том, что для нашей фракции, для Справедливой России, одной из главных задач является, начиная с января наступающего года, безусловно, погружение, я очень надеюсь на то, что новое обновленное руководство профильного комитета с всей энергетикой в этот процесс, безусловно, погрузится в разработку именно большого базового закона об ответственном обращении с животным. Им понравится не всем, но что уж поделать, меньшинство должно считаться с большинством, и это касается не только представительства внутри пленарного заседания, где какие-то вещи могут кому-то быть неприятны, но касается и большой стороны. И прогресс двигается вперед, жизнь не стоит на месте. Эти вещи, которые оказались немыслимыми еще там 10, 5 или 15 лет назад, очевидно входят в повестку дня и очевидно формируют наше будущее в след за другими странами на этой планете, где соответствующие изменения в общественном сознании уже произошли. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Иванов Сергей Владимирович, фракция ЛДПР. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, когда говорят, что ЛДПР чужие кнопки нажимает, могу показать запись вчера, как раз, пока никого здесь не было, записывал, как президиум голосовал дружно. Это хорошо, я никого сдавать не собираюсь, но тем не менее. Нас не трогайте, и мы не будем. Я прошу добавить немножко, мне потом время. Итак, уважаемые коллеги, как говорил коллега Шейн, мы, так скажем, обсудили этот законопроект в первом чтении. Вы пожалели 30 барсуков, 50 лисиц и 20 медведей. Вы не пожалели полуторавековую селекционную работу наших кинологов, которые растили, выращивали вот эти наши знаменитые породы собак. Вы их не пожалели. Жалость, я вам скажу, это плохое чувство. Тот законопроект, который вы принимаете, он касается очень большого количества человек. Причем в первом чтении, Шейн правильно сказал, он касался только тех, кто держит лайек, терьеров и такс. Потому что это касалось контактов между животными. Во втором чтении вы убрали эту тему, контакты между животными. Вы сказали, что должно быть ограждено барьерами. То есть теперь вы это распространили на всех абсолютно собак, и я, натаскивая своего ирландского сеттера, должен буду между ним и перепелкой поставить барьер. Не знаю, как вы себе это представляете, но еще раз говорю, этот законопроект от тех людей, которые на охоте, ну не знаю, редко бывали, или просто не знаю, для чего они его принимают. Видимо, по указке. Жалость, ребята, это плохое чувство. Почему? Потому что, когда мы не жалели наших ребят, каждое воскресенье устраивались кулачные бои. А после этого наши ребята, суворовские чудо-богатыри, громили всю Европу, громили Наполеона. Когда мы не жалели наших ребят и ставили им розги, и заставили пароли их розгами, тогда они, выходя из гимназии, знали латинский, греческий и какой-нибудь европейский язык. Сейчас они не знают русского, они знают только матерный, и издеваются над преподавателями. Вот фетисов здесь, в зале, помните, у Высоцкого, профессионалом, судья-криминалом, ни бокс не считает, ни злой мордобой. И с ними лет 20 кто мог потягаться, что школьнику драться с отборной шпаной. В этом году, Вы знаете, было два случая, погибло два спортсмена-силовика. Одного на Байкале прибили, зарезали, второго, значит, забили в Хабаровске. Борцы, но это драка, это драка, там нет правил. Вот Вы сейчас приводите к тому, что мы жалостливые люди, мы всех жалеем. Тут нет судей, понимаете, тут нет рифери, нет секундантов. Мы сейчас отнимаем у наших собак вот это качество. Я не знаю, как Вы себе представляете, собака притравливается за оградой, за стеклом. Это как в зоопарке сидит волк и смотрит на этих людей, которые пришли к нему, и его там рожи корчат ему. Вы вот так думаете будет работать? Не будет он так работать, этот законопроект. А вот все, что Вы предлагаете, приводит к тому, что да, корриды уже нет, зато гей-парады есть. Вот это есть в Испании. Вы хотите, чтобы у нас то же самое было? Чтобы у нас то же самое кто-то, блин, говорил, он меня потрогал там за одно место, все, в отставку, чтобы размножаться вообще перестали? Дорогие наши охотники, я просто добавлю 20 секунд. Я просто хочу Вам сказать, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Если в законе написано, что вся вот эта вот, извините, неправильная вещь касается подготовки и обучения собак, давайте все наши притравки, натаски, обозовем соревнованиями, испытаниями, и тогда уже это касаться нас не будет. А Вам, кто будет голосовать, я так скажу, Вы не между нами, не между собакой и зверем поставили барьер, а между теми, кто не будет за Вас голосовать, и того, кого Вы хотите поддерживать на президентских выборах. Пожалуйста, Тимофеева, Ольга Викторовна, фракция «Единая Россия». Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, разрешите я, выслушав пять минут, все верну нас к сути законопроекта. Мы сейчас услышали обо всем, но большая часть из того, что говорилось, вообще не имела отношения к тому, что мы сегодня принимаем. Под нашими стенами несколько месяцев стояли зоозащитники. Каждый из Вас практически получил десятки обращений зоозащитников. И одно из направлений, которое требовали от нас, примите, пожалуйста, закон, который прекратит издевательство над дикими животными, на притравочных станциях, начали разбираться, что там действительно происходит. Нам сегодня парируют, мы уведем их в тень, они сегодня в тени. Нет ни одного законодательного акта, который регламентирует сегодня эту сферу. Притравочные станции, места, где дрессируют, натаскивают животных, находятся сегодня в чертах городов. Этим занимаются люди, у которых нет охотничьих билетов. Дрессируют собак, которые вообще не имеют отношения к охоте. Мы о каком селекционном выращивании животных сейчас говорим? Мы сейчас, суть нашего законопроекта, она о чем? О том, что мы сегодня на законодательные рейсы ставим существование притравочных станций. Мы запрещаем сегодня в местах, которые не являются охотничьими угодьями, размещать притравку, так называемые вещи, которые творятся сегодня, кровавую расправу. Когда медведя, лису сажают на цепь, выкалывают глаза, знаете для чего? Чтобы сберечь породистую охотничью или бойцовую собаку, которая потом может с ребенком гулять на площадке, где гуляют сегодня дети, на детской площадке. Именно этому сегодня мы ставим заслон. Есть четыре новеллы в законе. Выносим притравочные станции за города, они будут находиться только на охотничьих угодьях. Мы сегодня говорим о дрессуре, притравке собак только охотничьих пород, никаких бойцовых и никаких других. Мы сегодня говорим о том, что мы устанавливаем правила содержания в питомниках и вольерах диких животных в полувольных условиях, потому что сегодня это нигде не зафиксировано. Поверьте, этих собак никто не лечит. Их дешевле просто выкинуть, потому что они действительно все искалечены, чем лечить. Как говорят сегодня охотники, им нужен запах крови, собакам нужно рвать животное. Именно этому сегодня мы ставим заслон. Мы сегодня вводим цивилизованные правила охоты. Нам сегодня парируют, извините, как же мы будем готовить. 70 стран мира запретили сегодня контактную притравку. И есть действительно альтернатива этого. Более того, в ряде стран, где охота тоже в традициях, вообще запрещена охота с собаками. Сегодня мы говорим о том, что мы выводим это из тени и ставим на цивилизованные нормы. Что важного есть в нашем законе, против чего ломались копья. У нас звучит это следующим образом. Мы допускаем притравку способами, не допускающими жестокое обращение с животными с причинением физического вреда. С собаками действительно прописано посредством ограждающих конструкций. Это второй шаг. Первый был изменение в 245 статью Уголовного кодекса. Его вчера подписал президент. Над основным законом об ответственном отношении с животным мы работаем. Много норм. Но это должен быть закон, защищающий и животных, и людей в первую очередь. Фракция «Единая Россия» поддерживает законопроект и просит вас всех поддержать и проголосовать за него. Спасибо большое. Спасибо. Ставится на голосование 11 вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными. Просьба включить режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат голосования. За 408, против 2, воздержалось 3. Федеральный закон принят. Спасибо, коллеги.